МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это будни главы. Здравствуйте. Один из эпизодов в рабочем графике Владимира Уйба личный контроль строительства социальных объектов. На этот раз в Ижумском районе. Здесь возводят школу на 600 мест фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, жилой дом для детей-сирот. Новая инфраструктура – это вклад в будущее, залог развития наших территорий. Об этом не раз говорил Владимир Уйба. Поэтому контроль за такими стройками наиболее пристальный. Модульный фаб в селе Кельчиюр возводят вместо старого аварийного неблагоустроенного здания. На строительство медучреждения из резервного фонда правительства республики выделено более 7 миллионов рублей. Сваи забиты, каркас установлен, идет монтаж сэндвич-панелей. Срок завершения строительства до конца октября. Но подрядчик выбился из графика. Вы же знаете, взялся за контракт, надо его исполнять. Поэтому вы и планируете. Давайте упирайтесь, точно совершенно вы не успеете, но чтобы это все-таки было не совсем там внесение вас в черный список нерадивых. Это совершенно не хочется. В Бакурие только начинают строить детский сад. Уже готов фундамент. Подрядчик завозит стройматериалы, а в Ижимской школе на 600 мест четверть работ позади. Возникли трудности во время прокладки сетей теплоснабжения. Глава поручает. До холодов еще есть время. Проблему необходимо устранить. Была какая-то непонятность, связанная с тем, что выдали не ту камеру подключения. То есть, когда запрашивали техусловие, КТК дала номер камеры. Пошли к камере, к ней подключились, а оказалось, что они ошибочно не тот номер дали, и он оказывается другой. Вот эту историю надо сейчас решить. В детском саду в деревне Вертеп продолжается ремонт, которого здесь давно ждали. Полы в здании прогнили, родители жаловались, что дети мерзнут. Было решено заменить фундамент. Но в процессе работ стены сместились почти на 20 сантиметров. Для завершения ремонта потребовались дополнительные средства. Они будут, заверил голова. Хорошо, давайте готовьте на переброску. И плюсом еще пять, тогда нужна смета, еще плюс на эти пять допы. Ну, мы все это пройдем через центр индексации, все проверим, чтобы у нас все было правильно. По поручению главы в Эжеме возводят восьмиквартирный благоустроенный дом для детей-сирот. На строительство из бюджета республике выделено более 14 миллионов рублей. Шесть из них из резервного фонда. Ключи новоселам планируется вручить уже в этом году. Это уже второй такой дом в районе. В декабре 22-го новоселами стали восемь детей-сирот. Объект, к которому приковано наиболее пристальное внимание главы – школа в местечке Емваль Эжеменского района Сыктывкара. И это вполне объяснимо. У всех на слуху недавняя история с задержкой поставок железобетонных конструкций для школы, когда студенческим отрядом из коми пришлось восполнять скадровый голод на Краснокамском заводе ЖБК, чтобы строительные материалы для Емвальской стройки поступали в срок. Главе республики пришлось лично руководить организацией этого молодежного ополчения. И проблема тогда была решена. Сегодня техническая готовность объекта – 45%. Школа на 825 мест в Эжеменском районе Сыктывкара возводится по национальному проекту. Она будет трехэтажной. Современные кабинеты, спортивные залы, библиотека, информационный центр. Планируется создание лингофонных кабинетов и школьного театра. На пришкольной территории – стадион, беговые дорожки, волейбольные и футбольные площадки. Глава коми принял участие в форуме социальных инноваций регионов. Среди вопросов, которые там были затронуты, была и тема поддержки участников специальной военной операции и их семей. Владимир Руйба обратил внимание на эффективность работы Фонда защитники Отечества. В республике он был открыт в июне этого года. За три месяца в региональный филиал поступило больше 3700 обращений от участников специальной военной операции и членов их семей. Из них 2700 уже решены. Для решения вопросов участников специальной военной операции филиал Фонда защитники Отечества в коме сотрудничает не только с региональными структурами, но и с федеральными. Заключено соглашение с отделением Социального фонда России по коме. Через него военнослужащие и члены их семей получают специальные меры государственной поддержки. Кроме того, предусмотрены льготы в пенсионном страховании. У мобилизованных и участников добровольческих формирований период участия в специальной военной операции засчитывается в страховой стаж в двойном размере. В дополнение к федеральным в коме разработаны и постоянно дополняются свои меры поддержки наших воинов и их семей. В Сыктывкарской городской больнице обновили оборудование, приобрели новый рентгенаппарат. Старый вышел из строя, почему пациентам приходилось обращаться за снимками в другие медицинские организации. Проблема была решена после того, как глава коми обратился к социальному партнеру Республики. Предприятие закупило для больницы современный рентгенологический комплекс. Новый аппарат более функциональный, работу облегчает, диагностику улучшает. К примеру, при линейной томографии разные положения аппарата раньше устанавливали вручную, до миллиметра. Теперь достаточно задать нужные параметры в компьютере. Остальное происходит автоматически. Второй пример, тоже показательный. Раньше на плоскостопе, стоп, ну, призывники, дети, пожилые люди, ну, любого возраста, нужно было выводить кучу линий, измерять углы. Сейчас функция такая. Выводишь только одну, как сказать, один угол, и он тебе все параметры, которые раньше практически делали вручную, он тебе автоматически их выводит. В большей степени автоматизированы рабочие места врача и лаборанта. База архивирования в 2 терабайта. Снимки с описаниями будут храниться здесь долгие годы. Архив дисков не нужен. Можно эту проекцию посмотреть, прямая проекция. Переключаем, вот эта боковая проекция. Функциональные возможности можно уменьшить, увеличить изображение. Потом здесь еще есть спектр фильтров, тоже для улучшения диагностики. Сыктывкарская городская больница находится в пригороде, в Краснозатонском. Обслуживает 15 тысяч человек. Это взрослые и дети семи столичных поселков, которым прежде приходилось выезжать в центральные медицинские учреждения города. В своем поселке удобно, не надо никуда ехать. У нас такие хорошие там работают врачи и медсестра. Тише, спокойно, меньше народу. Обслуживание, ну, мне нравится хорошо. Ремонт сделали, чего очень так давно не было. Все это обновили. А еще в больницу поступил суточный монитор артериального давления. Аппарат помогает выявлять гипертоническую болезнь на ранних стадиях, а значит вовремя назначать лечение и избегать осложнений. Для участковых педиатров, терапевтов и фельдшеров закупили ноутбуки для выездных приемов на дому. Теперь не нужно носить с собой карты больных. Вся информация в компьютере. У нас еще очень хорошие новости. На сегодняшний день мы полностью укомплектовались. У нас укомплектован штат педиатров, терапевтов. У нас есть четыре фельдшера, нет ложной помощи. Мы взяли на амбулатории и сюда в поликлинику. Так что для наших пациентов и для нас прям большая радость, что мы можем оказывать первичную помощь в полном объеме. На особом контроле у руководителя региона и создание комфортной городской среды. По национальному проекту в этом году в Коме благоустраивают 72 общественные территории и пять десятков дворов в городах и селах. Вот лишь некоторые примеры. Совсем скоро село Мишера сможет претендовать на звание спортивного центра Карткировского района. Здесь по федеральному проекту формирования комфортной городской среды обновляют футбольное поле. Наши дети ездят в Циктукарь, в район и видят, что там красивые площадки, покрытие безопасное, удобное. Вот они, даже детишки и подростки обратились ко мне в администрацию два года тому назад и сказали, что они тоже в своем селе хотят видеть такую площадку. И мы вот стараемся. Аусинская детвора обрела новое игровое пространство. Прежнюю площадку полностью модернизировали. Десять дворов благоустроили и в Ухте. Заасфальтировали проезды, парковки, тротуары. Состояние было ужасное. Очень большие дыры. Вообще невозможно было даже походить. Сейчас все просто замечательно. Мы очень рады этому. Ждем еще площадку. В Ухте одним из самых примечательных объектов стала вторая очередь благоустройства набережной нефтяников. Появятся в городе и три новые детские площадки. В столице Коми полностью завершили работы в десяти дворах. А в Эжве уже готовы и пешеходные зоны. Ежегодно у нас проводятся конкурсы, голосования. Люди подают заявки по общественным территориям. Ну, вообще-то активность населения достаточно большая в этом направлении. Люди хотят видеть, чтобы город был красивый, более благоустроенный. Общий бюджет масштабного преображения населенных пунктов республики – полмиллиарда рублей. Работы близятся к завершению. Мы рассказали лишь о некоторых эпизодах в плотном рабочем графике главы республики на этой неделе. О новых событиях в деталях в наших следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова